Ребята, всем привет! С вами снова я и канал With Open Eyes, где мы рассказываем много о чем. И вот в таком замечательном виде я сегодня приветствую вас и прошу вас подписываться на канал, делать свои комментарии, ставить свои лайки и, конечно, делиться своим мнением. Сегодня я вот в таком замечательном месте Москва, парк Дружбы. Очень здорово, люблю это место. Но мое видео будет сегодня не о парке, не о Москве, не о зиме и не о снеге. Мое видео будет куда более серьезным, потому что хочу и поговорить про вот эти вот мнения, вот эти вот учения многих коучей о том, что при принятии решений ты должен руководствоваться тем, что шепчет тебе душа, но игнорировать разум. Как-то так. Я вам хочу сказать, не делайте этого. Я вам скажу, этот процесс, он подобен тому, что есть дьявол и есть ангел. На одном плече сидит один, на другом сидит другой. И когда ты хочешь принять решение, ты, к сожалению, не знаешь, кто из них дьявол, а кто ангел. Ты думаешь, что, может быть, тебе комфортненько бы никуда не двигать, ничего не менять в жизни. Вот кто это тебе говорит, ангел или дьявол? А с другой стороны, ты говоришь, хорошо бы было изменить свою жизнь, что-то сделать. Вот это кто говорит, дьявол или ангел? Как ты будешь это отличать? Вот я, например, считаю, что это просто очень сложно сделать. И когда я задаю вот такие же вопросы на форумах где-то, тем же коучем или, я не знаю, тем, кто способен, в принципе, что-то понимать или, в общем-то, общается, я всегда спрашиваю, откуда вы знаете, где тебе шепчет душа, где тебе говорит разум? Ведь, ну, как? И ни один еще, ну, никто, абсолютно никто не смог ответить на этот вопрос. Говорят что-то типа, ты сама поймешь, да? На самом деле, я здесь никого, в общем-то, не учу, потому что, честно говоря, я сама стою перед проблемой выбора и записываю это видео, я стараюсь помочь прежде всего себе. Я скажу одно. Лично я не буду слушать ни коучей, ни друзей, ни это общество, ни родителей. Я надеюсь, что я не буду их слушать, потому что это не мой опыт. Мой опыт должен быть только моим. И я сама должна разобраться, кого мне слушать. И я считаю, если тебе нужно решать, делать что-то, то ты должен просто идти, даже если тебе не очень хочется. Потому что, ну, ситуации бывают разные, да? Я говорю про принятие разумных решений. Ну, например, твоя профессия исчерпала себя, но ты можешь остаться либо в ней и, в общем-то, сидеть плесневеть, либо ты можешь принять решение о том, чтобы сменить свою профессию. Так вот, когда что-то шепчет тебе, да? Да ну зачем? Зачем тебе эти трудности? Тебе уже там 40 лет, да? То кто это тебе шепчет? Дьявол или ангел? И именно по той причине, что ты не знаешь, кто это, ты должен делать самостоятельный свой выбор. И вообще я хочу сказать, если жизнь дает тебе право выбора и вообще выбор как таковой, то нужно жить, пользуясь шансами. Потому что нету ни правильного решения, ни неправильного решения. Ты просто идешь и получаешь опыт. Наша жизнь – это созерцание и познавание себя и всего того, что находится вокруг. Поэтому те, кто сейчас находятся в состоянии выбора, я скажу одну вещь. Она тоже из трансерфинга, и, в принципе, элементарно. Мы все время знаем об этом, мы знали всю свою жизнь. Лучше сделать и пожалеть, хотя, опять же, заметьте, не факт, что вы будете жалеть, чем не сделать и жалеть о том, что ты это не сделал. То есть лучше так. Но, опять-таки, это такая, скажем, утрированная тема. Я хочу сказать только одно. Пожалуйста, слушайте себя. Слушайте ни душу, ни разум. Просто послушайте себя и возьмите за правило, наверное, жить именно пользуясь шансами. Жить не пользуясь шансами – это значит совершать преступления против себя, против жизни и против Бога. Потому что это значит не жить вообще. А жизнь тебе дана для того, чтобы жить. Так проживай ее. Иди своим путем и делай то, что ты должен делать. И смотри на результат, извлекая из этого какой-то опыт. Поэтому, друзья, у меня все. Я надеюсь, что я кому-то помогла. Но прежде всего, опять-таки, я высказала то, что я считаю необходимым именно для себя. Поэтому у каждого свои правила. Просто не уподобляйтесь пути, в котором вы поведетесь на вот эти вот правила, которые вам озвучивают извне. Потому что, если вы примете решение, которое будет не ваше, вы будете всю жизнь жалеть о том, что вы не сделали что-то свое. Всем мира, друзья! Всем любви! Субтитры создавал DimaTorzok